Итак, встречайте, ветеран афганской войны, пограничник Владимир Мазур. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я исполню для вас лучшие свои песни, которые были написаны о войне. И начну я свое выступление с песни, которую я подвел итог моим афганским размышлением. Еще в 1991 году я написал песню «Афганская статистика». Об этом забыть нам просто нельзя. На наших руках умирали друзья. На наших глазах проходила война. Но что же теперь пророчит для нас? Афганский синдром вам покоя не даст. Он будет повсюду преследовать вас. Афганский синдром от афганской войны. С тобой, братишка, мы с той стороны, где снились нам сны родной тишины. И громкие фразы совсем не нужны. Гораздо важнее нам было с тобой остаться живыми, вернуться домой. Но приняли нас здесь за белых ворон. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. И если ему не хватало сил, возвращался в мыслях туда. Каждый второй оборвет разговор, пресекая его на корню. Если вдруг кто-то затеял спор, кто ответит за эту войну? У каждого третьего нет больше сил, чтобы что-то еще доказать. Но каждый четвертый еще не остыл и готов продолжать воевать. У каждого пятого нет ничего, ни семьи, ни кола, ни двора. А каждый шестой отошел от всего, выбрал Библию или Коран. Это не мистика тянет на дно тех, кто мечен афганской войной. Это статистика та, что давно затянула нас мертвой петлей. В этой ловушке мы все как один, только номеру каждого свой. Тех, кого этот синдром не добил, добивают любою ценой. Каждый седьмой был когда-то женат, но теперь он уже разведен. И в этом не только вина ребят, просто мало хороших жен. Ведь каждый восьмой приходил в орденах, и ему говорили герои. Теперь все развенчано, пух и прах, кто считается с этой войной. Каждый девятый в холодном поту, просыпаясь, кричит по ночам. Не потому, что он видел войну, потому что он просто был там. Каждый десятый пролил свою кровь, не бывает войны без потерь. Сегодня война возвращается вновь, только кто же заплатит теперь. Это не мистика тянет на дно тех, кто мечен афганской войной. Это статистика та, что давно затянула нас мертвой петлей. В этой ловушке мы все как один, только номер у каждого свой. Те, кого этот синдром не добил, добивают любою ценой. Каждый двадцатый не видит вокруг ничего, кроме водки и слез. Жизнь для него словно замкнутый круг, так недолго до траурных рост. Каждый тридцатый сидит на игле, но не верит, что он наркоман. И отогреть его в этой изоле сможет только лишь новый дурман. Каждый трёхсотый без рук или ног, и протезы не в радость ему. Кто ему в жизни хоть чем-то помог, эти льготы уже ни к чему. И если один выпадает на сто, кто в тюрьме продолжает свой путь. Это не мало, и именно то, чем нас любят не раз упрекнуть. Это не мистика, тянет на дно тех, кто мечен навканской войной. Это статистика та, что давно затянула нас мёртвой петлёй. В этой ловушке мы все как один, только номер у каждого свой. Тех, кого этот синдром не добил, добивают любою ценой. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok